напишите пожалуйста слышно ли меня всем хорошо вот пошло вроде отлично рад вас приветствовать в стенах нашего учебного методического центра директ академии в преддверии праздника предварительно поздравляю с ним учителя который на днях будет и может павел юрьевич не сказал для нашего и директ академии тоже знаменательный сейчас момент мы получили образовательную лицензию и вот те сертификаты которые вы будете получать соответственно прибавили в статусе и ценности это уже настоящее повышение квалификации настоящие полноценные будут сертификаты вот а тема на сегодняшнего нашего вебинара связано с такой вот тоже немножко провокационные проблемные темы айти инновации и наш информационно-образовательная среда вуза но начну с того что университет вообще это конечно это ясно центр пик можно сказать одно вот из источников научно-образовательных пиков так стать в обществе и разумеется в нем все что новое все что интересное инновационное должно появляться в первую очередь конечно университет вот надеемся что отчасти так это и есть университета огромные фабрики так скажем инновации и конечно все кто составляет инфраструктуру должны этому требованию соответствовать вот поэтому особенно те которые сайте имеет дело с программным видеообеспечением с процессом оцифровок я сошлюсь на некоторые свои прошлые вебинары в частности о четвертой промышленной эволюции вот о тех трендах которые цифровая эпоха должна нам привести и конечно же мы должны быть в ряду тех кто вот эти вот цифровые инновации несет и вам приносит это стоит вообще-то под большим вопросом особенно если нас как информационные платформы сравнивают например зарубежными платформами аналогичными вот там я скажу мы в совершенно неравной весовой категории западных зарубежных ресурсов есть своего рода презумпция инновационности вот там никто не ставит под вопрос и очень так сказать то что присмыкается или преклоняется но восторг там всегда обеспечивают я приехал с конференции на икон на критер там было очень много зарубежных издателей вот они были в центре внимания наша секция российских разработчиков не б с так немножко оказалось и не потому что у нас наоборот существует презумпция ней мы можем ничего сказать наши там доклады они только там якобы рекламные такого второго сорта но я с такой позиции абсолютно не согласен это такое низкопоклонничество перед западом в новом явлении напротив вот так объективно говоря подобных ресурсов как электронных библиотечных систем на западе константин николаевич делайте пожалуйста побольше звука побольше звука над над изображением над изображением микрофона красным микрофон центре экрана наверху центре экрана есть движок есть движок не до 100 процентов а где-нибудь до 80 я нибудь до 80 да надеюсь сейчас получше стало и не буду повторять то что вот не буду повторять то что то что я говорил я говорил о нашей функции нашей миссии о том что мы должны нести инновации и мы их реально несем потому что такого формата информационной платформы как электрон библиотечных системах на западе например просто нет основные информационные платформы которые там имеют мировое значение и развитие это прежде всего платформы научной переводики и реферативные базы данных которые опять-таки описывают только научную переводику категория информационных ресурсов книг электронных книг она существует но такой очень спокойной стадии потому что к ним не предъявляются такие требования как у нас сегодня у нас они там еще не стали действительно частью информационно-образовательной среды они там трактуются просто как электронной библиотеки книг у нас скажем так на шаг мы идем на шаг впереди потому что мы стремимся стать частью учебного процесса и многие вопросы связаны с каталогом с функциями и которые которым служит книга там книга обеспеченности учебный процесс и так далее вот эти вопросы там совершенно не стоит соответственно сервисах там и близко ничего нет но это собственно то о чем я буду говорить поэтому в своем выступлении я сегодня постараюсь вот ту канву дать что мы делаем да в чем мы инновационно какие наши задачи ну и показать направление в которых происходит эта работа где мы стараемся двигать время вперед ну а начну я с того объективного факта что функции и задачи вот базовой университетской библиотеки очень быстро и реально меняются в цифровую эпоху и все эти изменения работают не в пользу бумажной книги вот в частности мы видим сегодня что формат книги вообще и учебники в частности не является более исключительным и супер важным как это было раньше хотя остается необходимым хотя например у нас до сих пор обучение строится на учебнике но это очевидно уже такой подход прошлого века гораздо важнее становится мульти дисциплинарный подход работа с большим источником информации и в первую очередь не учебником работа в формате самостоятельных проектов активности студенческой учебник который базируется вот на кредо открой рот и слушай что тебя говорит говорят старший там преподаватель это все уходит в прошлое это один момент такой понижение второе как оказалось десять последних лет нам это доказали электронные книги и учебники более органично сопровождает учебный процесс чем бумажный в основном не потому что они там у их удобнее читать или что-то а потому что университетский процесс требует довольно много различного контента и этот контент не широкого пользования так называемым мало тиражная литература очень мало людей в целом изучают какой-то очень узкий предмет чтобы его просто обеспечить учебниками и книгами бумажный формат просто уже сегодня не не справляется электронные книги позволяют создавать разнообразный многообразный учебный контент намного дешевле вот поэтому это более органично вписывается вот в то многообразие дисциплин которые должен проходить каждый учащийся и тот большой спектр дисциплин который несет на себе каждый вуз ну и мы видим что бумага действительно уходит из университетской библиотеки в первую очередь я не говорю о других библиотеках вот соответственно значение библиотеки особенно в аспекте хранения бумажных книг падает и университетская библиотека наверное первая из категории библиотек где бумажных книг все меньше и меньше или бумажной переводе кида а вот других задач и все больше и больше я думаю не сложно и уже многие прочертили эту траекторию развития в которой на смену традиционных бумажных учебных библиотек приходят электронные библиотеки вот еще раз подчеркиваю через 10-20 лет на смену традиционным бумажным библиотекам придут электронные библиотеки то есть электронные библиотечные системы вот и больше и более радикализую этот тезис можно сказать уже сегодня что эбс электронная библиотечная система уже сегодня вот эта библиотека а вот ваши библиотеки уже не библиотеки и соответственно если мы говорим об инновациях сами инновации библиотек нужно искать в сфере электронных библиотек а не каких-то других вот соответственно наши инновации это ваша инновация но а суть этих она инноваций в том что эбс оцифровывать библиотечный процесс это общая задача всех айти то что сегодня происходит в первую очередь то есть мы занимаемся оцифровкой библиотечных процессов то есть перевода их на более высокий технологический уровень этим же занимаются и автоматизированные библиотечные функциональные системы до абисс и вот но мы еще может быть будем касаться их бс по сравнению с абиссами имеет тот большой плюс что они работают уже с текстами готовыми то есть это настоящий библиотека абисс это пока еще только электронный каталог и соответственно они оцифровывают только те процессы которые можно произвести с каталогом бумажных книг а во что же все таки превращается сегодня библиотека университетская все время вот это важная оговорка я не говорю о других библиотеках только университет она превращается в библиотечно информационный центр вот причем вот моя стрелочка название показывает что именно в информационный центр не библиотечный из библиотечного сущность переходит в информационность и об этом свидетельствует функционал который постепенно все больше переходит библиотеки информационный библиотечный центр университета сегодня превращается в хаб удовлетворяющий различные информационные потребности университета что в них ходит библиотечное обслуживание традиционно да во вторых информационное обслуживание это базы данных интернет и по мере развития все более большая часть работы это вот именно обслуживание уже готовых баз данных интернет контроль и управление публикационной деятельностью вуза вы увидите что это вытекает из природы электронной библиотеки раньше этого не было и сюда включается работа по библиометрии по всем задачам мотивации этой публикационной деятельности продвижение вуза в конкурентность научной среде и так далее дальше не все но некоторые в этот центр включают и издательскую полиграфическую деятельность университета тоже по мере уменьшения бумаги эта функция все более органично вливается в библиотечный информационный центр вот и контентное сопровождение учебного процесса онлайн обучение но это уже совсем некоторые только сегодня принимают на себя это ближе к чисто учебному процессу тем не менее вот в этот хаб входит и задача дистанционного образования ну и мы видим что то что к традиционному библиотеке относилась там столетиями да это всего лишь один пункт из этого многообразия то есть библиотека в университете он все меньше становится по своей сущности библиотекарем а вот мы становимся именно настоящей библиотекой которые все больше функций традиционной библиотеки принимает себя и как я еще раз сказал оцифровывать эти функции делает их более прогрессивными современными вот в этой деятельности и фокусе как 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 формируется этот информационный хаб существует два стратегических пути две стратегии информационного обслуживания черного процесса назовем первый первую стратегию внутренней такой эндогенной она строится из перспективы внутрь вузовской библиотеки из внутренней перспективы перспективы вуза и основу ее абисс это происходит в тем в тех случаях когда вуз стремится собирать не внутренние внешние ресурсы в один хаб как бы на своей платформе внутри своего пространства и в этом случае задача прежде всего собранные внутренние ресурсы сделать поставить под единое управление вот но если вы в противовес этому существует внешний экзогенный путь когда основное внимание и ценность университет видит вовне и стремится интегрироваться в международное информационное поле и иметь доступ к информации именно оттуда обеспечить себя вот этой вот информацией вот в этом случае основой становится вузовская система discovery то есть система поиска на внешних ресурсов и как правило эта система discovery оказывается сфокусирована на эбс и как образовательных ресурсах то что они стоят все-таки на первом месте университете то есть в этом при этом подходе собираются внешние ресурсы единую точку доступа и уже к ней добавляются внутренние ресурсы библиотеки по какому пути идти решает каждый самостоятельно каждый вуз ну как правило с большими амбициями и научным международным значением вузы стараются идти по второму то есть интегрироваться вовлекать вовлекаться в международное информационное пространство более локальные вузы опираются на свои силы и в этом собственно и различия абисс и и бс абисс прежде всего служит внутренним внутренней интеграции и бс для дает доступ к внешним информационным источником ну а теперь почему вот этот процесс не остановим чем бс лучше традиционных библиотек почему они их вытесняют и я думаю что у нас перед нами всего лишь перспектива 10-20 лет когда все информационные ресурсы приобретут цифровую форму и бумажный формат будет уже ну как своего рода документ в каких-то особо важных случаях зафиксировать неизменность иметь там под рукой какая-то очень небольшая но важная часть все остальное будет цифре и прежде всего потому что цифровая форма плане работы с информацией действительно доставляет гораздо большие функции и ценности первую очередь потому что гипертекста сам по себе больше чем текст это текст является как вот в науке любит говорить частным случаем гипертекста до лишь одной из опций возможностей это базовый классический как вот теоретическая механика да но настоящая физика и следующее расширение это революционная механика вот гипертекст это расширение понятия текста в цифровую эпоху соответственно электронная книга больше чем печатная книга она тоже содержит больше возможностей и соответственно привносит много нового и следуя этой логике и электронная библиотечная система то есть электронная библиотека более эффективна чем чем традиционная библиотека чем сервисы abyss мы все время проглашали лозунг больше чем эбс да мы нашу университетская библиотека онлайн больше чем эбс потому что вот все опции все возможности нашей технологической эпохи добавляются к прежним задачам если вот мы наши основные библиотечные задачи там просмотрим и разобьем их вот на сегменты оцифровки то мы увидим что в каждом сегменте базовых задач библиотеки эбс есть что сказать есть куда ввести инновации совершенно новое качество более интересный функционал вот я здесь выделил 5 таких сегментов первое это то что в чем эффективность эбс более очевидно чем традиционной библиотеки это сим возможность синтеза потребления синтеза потребления информационных ресурсов и их создание то есть синтез чтение и публикационной активности вот этот синтез он как раз революционный он и ведет к росту библиометрических показателей ученые вообще как вспышки публикационной активности вне цифровой среде она была бы невозможна на второй категории работы управление и контроль использования ресурсов организации то есть статистика контроль активности регистрация обучение вот тоже все эти опции в цифровой среде в эбс дешевле удобнее и более тщательные третье преимущество стоимость закупки и логистики даст достаточно очевидно четвертое это оперативность и удобство использования инфоресурсов но по формуле 7 на 24 а и другие за важным исключением функции самого чтения книг но будем считать что вот сам процесс чтения глазами с твердой поверхности с бумаги и всяком случае нам с нашим воспитанием и традиции удобнее даже вот это вот удобство она не перебивает эффективности других пунктов вот ну и наконец интеграция информационных библиотечных с иными цифровыми службами вуза что тоже очень важно для университета а вот сейчас пройдемся по этим сегментам детальнее и постараемся в каждом из них вот выявить суть инновационности что несет электронная библиотека что какой вот дополнительный бонус она привнесла нашу жизнь первое это использование контента как вот я обозначил единство публикации чтения это называю концепции science онлайн вот и суть этого в том что до сих пор процессы публикации были разнесены с процессами исследования они совершенно на в разных пространствах происходили и между ними тоже существовал некий барьер вот соответственно этим самым разносилось просто пространство университетская и издательская поэтому были разные университеты издательства существовали автономно как субстанции информационные платформы позволяет и публиковать и читать в одном месте и вот в этом колоссальная разница то есть до сих пор и вот эти вот лекционные и читательское пространство тоже были разнесены и это собственно и разносила институты издательства и библиотеки то есть пространство издательское и библиотечное они тоже были разнесены по разным местам так вот электронные библиотеки и бс они объединяют исследование публикации и чтение в одно в одном пространстве в одном месте то есть они позволяют одновременно и получать информацию и ее производить и вот это вот удобство все в одном месте под рукой порождает целый комплекс новых возможностей о которых уже на который сегодня очевидны в первую очередь это позволяет обсчитывать эти процессы и управлять ими и вот то что мы сегодня видим действительно что изменило нашу вот университетскую жизнь как раз порождение этой функции в первую очередь публикационная активность вот в россии за пять последних лет количество публикаций увеличилось в два раза да это благодаря тому что там нас мотивировало министерство образования все вся система мотивации была построена но в основном все таки это возможно потому что есть где что не так сложно публиковать вот эти вещи в цифровом формате что вообще по сравнению там с печатной машинки ты создаешь произведение публикуешь практически нажимаю нажимаю просто разные кнопки ну что вообще такие вот платформы как и безразмерные резиновые них можно уместить сколько угодно публикации и вот это одно например такое большое следствие а кроме этого вот здесь мы уже встречаемся с очень важным для новой промышленной революции понятием big data в одном месте возникает возможность получать статистику популярности статистику цитирования другие показатели вот деятельности читательской публикационной и объединять это в данные встроить на основе этого различные рейтинги отслеживать успешность одних неуспешных других вот это вот породила например фантастический успех реферативных баз данных что такое было в поф сайенс там 30 лет назад ну просто какая-то там база данных кому-то полезная наш на весь советский союз если я не ошибаюсь была подписана одна или не более трех вот этих вот журналов в поф сайт они были очень дорогие в подписке советскому союзу хватало там пару экземпляров вот сегодня видите каждый больше тысячи организации подписывайтесь на это и без этого жить невозможно и более того и на нашем российском пространстве возникло похожие базы данных например ринсы сайт индекс вот что значит контролировать цифры контролировать через цифру вот важно здесь что и вот это дело информационных платформ библиотека не способны создавать подобное пространство но она может его обслуживать и это пространство создается для нее второе вот очень важный момент мы сейчас видим что контент получает совершенно разные формы и книжный формат это становится один из но зато и сам книжный формат перестает быть вот единственно в том виде которым мы его знаем по нашим бумажным страницам мы получили возможность научного расширения книги в чем это происходит ну во первых исследование можно публиковать в режиме онлайн фактически в режиме когда сразу все получают результаты исследования сразу все видят и ты получаешь мгновенный отклик без всякой задержки дальше книга может содержать дополнительный исследовательский материал статистически архивные и другие данные вот это тоже очень важно было раньше невозможно то есть всегда можно сослаться показать те данные на основе которых исследователь пришел к своим выводам книга может быть и в плане потребления более интересным может иметь интерактивные приложения то есть интерактивные элементы видео иллюстрации прочее то есть тоже книга этим значительно расширяется публикации может стать площадкой для дискуссии и оценок работы и сразу на на странице там публикации могут вестись интересные последовательные дискуссии делается ли это в соц сетях или еще там где-то есть также возможность доступа к ранним версиям и изданиям можно видеть эволюцию или пользоваться если нужно старые пользоваться более старыми версиями в частности в университетах такая потребность возникает вот вот как вы видите значительное расширение возможностей книг и я не просто это вот вам и слагая как такие возможности инновации как следует вот из картинки вот это все реализовано у нас то есть автор получает совершенно новые возможности книги отчитать может извлечь из книги гораздо больше в том числе вот для студенческих работ мы делаем возможность поставить оценку оценить работу читателю второй блок где эти инновации тоже очень существенны это управление библиотекой возможность управления контингентом и тут мы видим что происходит такие важные процессы первое например отсутствие регистрации в том виде которым раньше библиотека должна была регистрировать своего читателя вот в нашу ЭБС в частности читатель регистрируется сам стены библиотеки заходят и заполняет свои данные вот и таким образом исчезает очень ключевая функция посредническая функция библиотеки между студентом и информационным ресурсом здесь можно обойтись без библиотеки работа сразу напрямую дальше отсутствие книговыдачи в традиционном формате читатель сам на ВБС выдает себе книгу читает и никого не спрашивает опять таки здесь происходит при этом происходит утрата посреднической функции библиотеки между книгом и читателем общение происходит напрямую то есть библиотека перестает вот так вот передавать из рук в руки это ведет к сокращению библиотечного персонала но это ведет и к расширению возможностей и платформа книга они сами работают без посредников дальше очень существенная возможность собирать данные передавать учебную часть например аналитика читательской активности вот анализ статистики в частности хотя это не используется включение читательской активности в параметра качество учебы или включение преподавательской активности в параметрах качество преподавания я думаю это тоже в некоторых уже используется как критерии для преподавателей и учащихся и это будет эта возможность будет более активно использоваться сами преподаватели могут получать данные к статистике работы своих студентов и видеть как их книги читаются готовы ли студенты прочитали ли они к семинару необходимую литературу или нет а университет соответственно может отслеживать публикационную активность преподавателей и фиксировать это тоже удобно и быстро в своем онлайн режиме это тоже происходит там не обязательно в ЭБС но как говорится вот этот это ЭБС как информационная среда как большой брат каждого преподавателя и студента вот в частности все мы пользуемся статистикой в ЭБС и не обращаем внимание как удобно сформированы и предстают автоматизированные показатели ЭБС не надо вести больших амбарных книг регистрировать там все все сразу вот вам высыпается уже в фиксированном результате и высыпаются там не отдельные книги а тысячи книг и вот то что мы показываем в личном кабинете показатели фонда показатели использования книг активность обучающихся и преподавателей вот все это должно конечно служить качеству учебного процесса качеству контроля за служить контролем за качеством преподавания и обучения вот здесь конечно есть еще и потенциал движения но вот скажем одна из тем которые раньше звучало активно стандарт каунтер международный стандарт в принципе он это стандарт статистики он введен почти во всех ЭБС но у нас требуется немножко больше информации и вот в частности постепенно переходит во всяком случае наша работа к индивидуализации такого контроля статистики то есть возможность считать статистику по подразделениям организации по факультетам кафедрам и это тоже даст большой такой управленческий эффект третий сегмент связан с закупками комплектованием и здесь облегчение работы тоже более чем очевидно с электронными книгами работать намного удобней во-первых только здесь стала возможность такой феномен как пакетная закупка всех книг практически одной транзакцией не надо выписывать все с каждым наименованием работать вы получаете сразу такую коллекцию вплоть в виде ЭБС целую готовую библиотеку вот и если представить чтобы вы покупали какую-то традиционную библиотеку например вам влили так бывает слили вас в другой библиотеке представляете какой объем труда а здесь на самом деле подписывая ЭБС вы вливаете в себя огромную библиотеку но это происходит вообще даже незаметно для тех кто участвует в этом процессе это на самом деле ну просто должно разрывать воображение насколько это просто второе немаловажное обстоятельство легкость заключения договоров вот причем вот когда мы говорим об ЭБС это частные договоры без аукциона по авторским правам и это тоже колоссальное снижение нагрузки на библиотеку на участников процесса вот при этом происходит утрата функции посредничества между издательством и вузом то есть библиотека с одной стороны становится здесь не очень нужно не очень нужна меньше веса но но именно библиотека облегчает вот эти процессы она облегчает нагрузку организационную нагрузку на университет третье отсутствие логики материальных ценностей но здесь вообще все очевидно каждая книга это некий кирпич и просто кирпичи стали невесомыми виртуальными в библиотеке будущего не нужен будет зал открытых или там закрытых изданий не нужны будут сотрудники которые выносят вам книжки не нужны будут очереди за этими книжками вот не говоря уж там о привозе книг увозе списывание и так далее и так далее это конечно колоссальное облегчение работы несет в себе вот ну и еще очень важное нет необходимости библиографического каталожного описания книг бумажную книгу каждую вы должны взять в руки описать там сколько-то потратить на это времени формировать свой каталог в электронной библиотеке это делает за вас эбс вот к сожалению до сих пор это вот не предъявлялась как важное такое требование часто библиотека там самостоятельно еще дорабатывала и прочее правит правила вот конечно в идеальном нормальном случае в эбсах уже должна быть проведена полноценная библиографическая работа и вот это традиционное обслуживание пополнения библиотечного фонда как функция должна в библиотеке исчезнуть каталогизатор библиограф что мне кажется тоже революционно вот ну и наконец отслеживание состояния авторских прав и доступности к ним раньше этого не было в бумажной книге это как раз вот одно из того из функций которые дополнительно возникли дополнительные возможности вот зато это тоже это именно некая возможность некая дополнительная информация которая может быть полезна и вот я немножко хочу подробнее рассказать вот об этой работе которая ведет ведем мы инновации потому что это действительно мне кажется важно и интересно наш каталог постоянно растет и в принципе растет наверно быстрее или сопоставимо с самыми крупными библиотеками нашей страны но сегодня у нас 130 тысяч изданий где-то 15 тысяч приходит каждый год и конечно рубрикатор и каталог должен соответствовать целям с которыми используются книги и то что мы реализовали в последний год это мультифункциональный каталог который для разных целей используют разные каталоги и первое которое мы сегодня создаем это предметные лабрикаторы ББК то есть наиболее глубоко разработанный дифференцифицированный классификатор предметов для исследовательских целей благодаря дифференциации которые раньше не было уверен станет намного удобнее им пользоваться второй каталог который мысль и многие другие ЭБС создают это рубрикатор укрепленных групп специальностей УГС то есть уже адаптированный к предметным областям изучаемым в университете в дисциплинах из которых складываются учебные программы вот это очень практично и полезно УГС наш каталог УГС он собирает вместе совокупность книг которые используются в обеспечении различных дисциплин вот но что важно он не должен быть единственным он не отражает он отражает совсем другой взгляд на книги только вот на их учебную функцию и не отражает их теоретическую классификацию которая служит ББК поэтому вот соединение двух таких каталогов мне кажется это очень большая очень важная инновация в библиотечном деле которую никто больше не делает но у нас есть еще и третий формат это традиционный предметный рубрикатор он объединяет все книги и документы наши ЭБС и он его достоинство не столько в том что он систематизируется сколько в том что он отражает качественные особенности коллекции вот это скажем так самый простой примитивный базовый рубрикатор и пока вот только он в основном и реализован в электронной библиотечной системе я уверен будущее за такой много связанным много функциональным каталогом в котором будет и УДК и другие классификаторы любой классификатор известно он помогает искать литературу работать с ней польза от него бесспорно ну а интеграция трех видов каталога она вообще дает новый эффект она дает каталогизатор совершенно нового типа обеспечивающий точность и атрибуции и поиска и вообще возможности в этом огромном цифровом месиве ориентироваться как-то и чтобы она служила а не запутывала вот так вот выглядит это каталог ББК и вот вы видите здесь по ботанике например я взял совершенно разные книги выходят на передний план на витрину здесь вот научный контент вот здесь вот в УДК каталоге УГС здесь уже вы видите на первом плане учебные книги ну а в предметном каталоге здесь есть и научно популярные издания и разные другие вот следующий блок инноваций связан с профильным комплектованием который позволяет формировать библиотечный библиотечный репертуар максимально близко и привязанный к специализации вуза к его программу вот в целом это как раз функция всегда в библиотеке соблюдалась по профильным контентом она соблюдалась потому что это был подход к по книжному точечному такому комплектованию к ручной работе для каждой книги проходила через руки сегодня когда по одной кнопочке десятки тысячи книг проходит вот это профильное комплектование стало большой проблемой и вот в частности то поколение БС которое сегодня на рынке оно дает прежде всего доступ к универсальной большой коллекции где соответственно много лишнего для конкретного вуза и снова если библиотека хотела бы вот профильный ресурс ей снова нужно отбирать вот мы движемся по тому чтобы предоставлять сугубо профильный контент автоматизированный без всякого ручного труда и функция отбора у библиотеки минимизируется на западе вот такой подход профильного комплектования называется когда поставщик агрегатор уже подбирает профильный контент и остается только среди подобранного выбрать у нас 1 сентября это тоже введено для вашего пользования получил название блочного комплектования блочное комплектование у нас это навигатор по отраслевой литературе который должен уже служить только тем целям которые вы ставите по сути дела профильный блок это отраслевая ЭБС это вот коллекция которая охватывает всю литературу внутри вашего предмета у нас их около 60 это в основном по направлениям УГСН и некоторые общие такие как общегуманитарная литература это безопасность иностранный язык который в каждом ВУЗе используется а остальные это предметные области и как вы видите каждая витрина каждого блока она дифференцирует учебники монографическую литературу периодику издательские коллекции справочную литературу студенческие работы мультимедийный контент то есть уже тоже дает удобную навигацию обзор новинок литературы которые по этой области постоянно приходят в библиотеку ну а в целом плюс ЭБС это возможность гибкого комплектования который создает и ценовые преимущества недостижимые прежде ну во первых как я сказал работа пакетами коллекциями а не отдельными изданиями она приносит колоссальную экономию в разы в десятки раз по сравнению с традиционным комплектованием второй очень важный момент это то что ЭБС очень часто работают от количества пользователей а не количества ресурсов то есть они способны осуществлять ценовую адаптацию любого объема контента к определенному там учащемуся то есть то что раньше было практически невозможно стоимость на одного учащегося колоссального контента составляет несколько десятков рублей а не тысяч там или что если бы вы работали с бумажной книгой ну и тут тоже большая область и дальнейших инноваций это все больше гибкость комплектования то есть способность формировать любые множества например, книги которые требуются для определенной лаборатории для определенного исследовательского проекта это способность менять ценовые форматы в зависимости от разных параметров пользуетесь ли вы постраничным просмотром или полными книгами там или еще какими-то там мобильными все это может оказываться иметь разную цену ну и библиотечные подразделения предложения под подразделения вуза мы можем снабдить факультет или кафедру или исследовательскую программу то есть не всему вузу подписывать там определенный блок а вот именно тем кому кто и кто использует эту специальность так движемся к концу и вот как сам инструмент позволяющий все это делать опять-таки внедрен нами в начало сентября библиокомплектатор возможность формирования индивидуальной подписки это именно для библиотеки инструмент автоматизированный подбор и подписки когда можно удобно и искать и сразу уже комплектовать профильный контент это своего рода интернет-магазин который позволяет набирать сразу и отдельные книги и целые области знаний коллекции и все это просчитывать давать представление там о бюджете которым вы располагаете вы можете формировать структуру своей будущей подписки в общем совершенно по-новому подходить к ее конфигурации раньше это все делалось грубыми там скажем блоками там через excel сейчас это в режиме онлайн происходит ну и вот до сих пор комплектование то о чем мы говорили происходило в рамках уже существующей коллекции эбс конечно электронная библиотека не будет библиотека если она не получит доступ к недоступным на данный момент ресурсам те которые во внешней среде и вот это еще одна инновация которую мы вместе с арбиконом внедрили совсем недавнее время это возможность предзаказа индивидуальных изданий которых нет в нашей эбс таким образом мы расширяем горизонт доступа который становится практически начинает охватывать все информационное пространство но с конечно с определенными исключениями прежде всего издатель который имеет свои эбс и не предоставляет другим это издание которых мы сможем найти и оформить авторские права потому что лицензии намного сложнее чем приобрести книгу на готовом рынке но мы за эту работу беремся благодаря тому что этот формат становится консорциумом мы собираем несколько заявок и соответственно ищем книги которые действительно востребованы в индивидуальном порядке в рамках точечного комплектования вот зато благодаря этому становится благодаря и корсару становятся доступны даже книги которых нет на электронном рынке которые мы можем извлечь за его пределами найти авторы и так далее вот и еще один блок очень фундаментальный связан с книгообеспеченностью сегодня это очень важный параметр для аккредитации вуза вообще для сопровождения учебного процесса нигде он такой вот значимости высокой не имеет я считаю но это в принципе хорошая функция чтобы своему предмету преподаватель имел литературу которая действительно в любой момент откроешь прочитаешь то есть никакой фикции но вы не вам это рассказывать насколько сложно осуществлять поиск подборы и приобретение литературы к дисциплинам согласовывать это с преподавателями это комплексная сложная задача при которой нужно совмещать и внутренне имеющийся фонд и внешний но собственно вот с этой задачей ЭБС справляется лучше всех и если бы не было электронной библиотеки то вообще вот та постановка этой задачи как она сегодня звучит во ВГОСах то есть обязательно каждому студенту должен доступ каждой книге РПД она просто в традиционной библиотеке была бы невозможна ну и вот что я хотел бы заметить сегодня процесс книгообеспеченности опирается на работу с АБИС то есть на работу с внутренним фондом внутренним каталогом библиотеки вот по мере это уже мое мнение по мере того как основной массив литературы для тех же РПД переходит в ЭБС встанет вопрос о том чтобы формировать эти списки и книгообеспеченности внутри самих ЭБС и во всяком случае на основе ЭБС вот и мы работаем над такими сервисами чтобы внутри ЭБС эти книгообеспеченность имела такие же вот инновационные бонусы то есть было удобно информативно и требовало минимальное минимальное времени вот и как мне кажется здесь мы уже достигли кое-чего чем можно гордиться ну один из таких инструментов которые в ближайшее время еще его нет будет у нас представлен это так называемый парсер инструмент заполнения контроля РПД ну да здесь я хотел три наших инструмента сразу обозначу значит это проверка существующих РПД на наличие зданий в нашей ЭБС во-вторых это рекомендованный готовый список лучших изданий по новой дисциплине и третье это информирование об уходе и приходе изданий вот то о чем я начал говорить это вот парсер возможность контроля доступности книг импорт и проверка списка литературы из существующих РПД в данном случае в сервисе преподаватели или библиотека загружают РПД или пакет РПД и получает в ответ список какие книги есть у нас вот это соответственно облегчает работу по поиску сразу мгновенно дает информацию что уже есть и чего не нужно искать вторая система но прежде всего для новых программ которые разрабатываются в ВУЗе рекомендательная система книгообеспеченности автоматический подбор изданий под дисциплину вы задаете дисциплину и система вам предлагает те книги которые оптимально подходят под эту дисциплину и более того те книги которые и в других ВУЗах используются наиболее часто то есть наиболее востребованные интересные качественные издания то есть это уже оценка качества а не просто количество вот ну и наконец вот проблема которая всех волнует обновление информирования о уходящих изданиях в библиотеке существует страничка где она всегда может посмотреть и видит если вдруг какие-то издания по авторским правам уходят в этом случае как правило предлагается эквивалентная замена этого издания чтобы вовремя его вставить в РПД вот этот вот комплекс опций он не реализован ни в каких абисах или еще где-то он становится возможен именно на основе большой базы данных книг и статистики использования для различных учебных программ я думаю что он будет очень полезен вузовской работе ну а в целом подводя итоги вот значение ЭБС вообще для библиотеки для информационного сопровождения вуза я очень я бы вот так сформулировал сегодня при росте информации каждому ученому необходим горизонт международного информационного поля он должен видеть все что по его теме актуально какие-то революционные прорывы если он будет это искать самостоятельно это практически как перерывать земной шар он должен сразу иметь горизонт доступа в рамках своей научной области и это вот одна из ключевых направлений навигационных инноваций в электронной библиотеке ну ранее вообще эту задачу решала закупка на бумажном книжном рынке она очень трудоемка и уже сегодня книжный бумажный книжный рынок содержит далеко не все что нужно сегодня сегодня очень часто эту функцию вот горизонта информационного поля для ученого предоставляет универсальный поисковик такой как google google scholar вот но это непрофессиональная информация да и очень скоро по мере вот этого экспоненциального заполнения интернета мы увидим что поисковик такой универсальный не может справиться с профессиональным контентом он будет давать информационно непроверенный мусор эта проблема растет то есть не годится реферативные базы данных научной они формируют критерии уровень качества интегрирует международные ресурсы по периодике они очень хорошие да но они работают только с переводикой соответственно горизонт тоже довольно ограничен есть еще международные агрегаторы но они собственно тоже дают такой горизонт доступа в периоде и практически не дают ничего относительно нашего российского информационного пространства вот соответственно ЭБС вот в перечне этих инструментов навигации по информационному пространству дают горизонт доступа внутри российского книжного рынка вот главная их функция и сильная ЭБС она уже фильтрует базовый учебно-научный контент она дает ориентацию в исследовательских трендах способна обеспечить бесшовный доступ контенту если в нем появилась потребность вот функция ЭБС которая становится в ряду этих других инструментов незаменимым элементом информационного пространства вот ну и для того чтобы визуализировать этот горизонт доступа горизонт обзора мы создали для ученого для преподавателя сервис мои научные интересы он комбинирует основные научные жанры позволяет отслеживать самые новые модные популярные в своем сегменте он тоже делится на различные жанры учебные пособия монографии периодики тематические коллекции издательства и позволяет ученому увидеть что нового пришло в его предметной области чем что можно полистать заинтересоваться в принципе каждый основной формат использования нашего ЭБС именно эта страничка каждый ученый преподаватель по идее должен поставить ее себе в качестве главной и заходя в ЭБС сразу видеть какие-то интересные новые издания вот еще одна область инновации очень объемная по работе это интеграция цифровых служб индивидуализация сервисов это задача построения информационно-образовательных среды она сегодня активно реализуется но я не буду очень подробно останавливаться вот здесь вот вы видите схему в которой в центре стоит информационная система управления вуза а инфраструктура инфраструктурные элементы по бокам это ЭБС это АБИС они должны прежде всего его интегрироваться с центром но и между собой и вот такие вещи как discovery поиск или антиплагиат это тоже части вот этой вот интегрированной инфраструктуры и в частности вот у нас интегрированы такие возможности как бесшовный переход из одной системы в другую или например ВКР репозиторий в один клик это когда проверка на плагиат и размещение в ЭБС это одна функция или Федорус личный кабинет на все ресурсы в общем в конце туннеля это все в каждом вузе должна быть связанная система вот этих переходов в различные информационные платформы и мы сегодня практически в любом вузе можем такую вот бесшовную систему и интегрированный доступ к нашим сервисам в частности книги обеспеченности и другим можем реализовать вот ну мой рассказ об инновации был бы не полон если бы я не ссылался и на других коллег на их инновации вот в частности очень много у нас разговоров вокруг инклюзивного образования это тоже обязательный такой элемент и другие ЭБС много сил вкладывают в него вот скажу честно что мы опираемся вот на ГОСТ работая с по инклюзивному образованию то есть на те требования которые реализуются и на вашем университетском сайте на других информационных ресурсов ну это минимальный набор требований к изменению шрифта контрастности и так далее есть у нас еще учебные аудиоучебники да но их не так много но тем не менее у нас тоже разрабатываются это я пока вам просто в качестве информации разрабатывается система именно для слепых вот в их традиции вы видите вот здесь совершенно как в досе все черные для зрящих зрящего здесь будет очень интересно вот эта система когда будет сделано она действительно будет служить незрячим ну а помимо этого у нас существует несколько инновационных разработок которые связаны вообще с работам с текстом и один из ярких проектов в этом это аналитик чтения инструмент для оценки сложности текстов он на отдельном сайте находится и реализует две функции он оценивает сложность текстов ну на сегодня до седьмого класса примерно и оценивает уровень читательских компетентностей то есть способность воспринимать этот текст и третья помощь в обучении чтению на начальном этапе вот сегодня мы реализовали первый этап который касается вот младшей средней школы а на следующем этапе планируем уже довести до старшей школы до университетского уровня и думаю всем преподавателям это будет очень полезно потому что никто сегодня не следит за тем понимаются ли тексты которые вот дают преподаватели усваиваются ли они учащимися или нет вот такой полезный инструмент а еще одна инновация уже совсем из другой области который мы 1 сентября тоже презентовали это лента времени арт-хронограф на нашем арт-портале мировая художественная культура вот если вы откроете он пока еще в открытом доступе должен быть а вообще он для подписчиков предназначен то вы увидите очень интересный формат хронологической ленты времени в формате 3d когда синхронно для каждой страны а их у нас около 20 ведущих культурных держав видны виден ход исторического развития события связываются события которые происходят в архитектуре живописи литературе скульптуре в музыке в синхронном формате вот ну это для визуализации культурно-исторического процесса вот для предмета мировая художественная культура ну и наконец вот последний слайд касающий наши инновации это как раз ОМЦ Директ Академия но находясь на ее занятии я не буду рассказывать много но как раз мы нашей миссии Директ Академии ставим задачу информировать об инновациях прежде всего в IT сфере и помогать преподавателям использовать их в своей работе ну что ж наконец мы подошли к выводу к выводам которые можно извлечь я ставил свою задачу показать как мы оцифровываем библиотечные процессы и в процессе этой оцифровки формируем инновации то есть что то делаем более удобно что то более быстро а что то более дешевое с меньшими ресурсами ну главная суть этих инноваций создание ядро информационно образовательной среды университета я уверен что ЭБС как раз и составляет такое ядро поскольку книга знаний то что вот в нашей основе это сырье науки и учебы без этого никогда они происходить не смогут вот но второе цифровизация нашей деятельности вы видите что она идет параллельно и по сути дела является цифровизацией ваших процессов да не просто наших именно ваших процессов должна служить вам ну и в конце туннеля как я сказал вместо библиотеки вы скорее всего увидите университетскую службу доступа к информационным платформам а вместо фонда библиотеки электронную библиотечную систему думаю что никому от этого плохо не будет что ж на этом благодарю вас за внимание вот вам последний слайд тоже наших семинарах последний был у нас на волне в этом году сейчас постараюсь ответить на вопросы если они были так вот вопрос какие функции на ваш взгляд останутся у самих сотрудников библиотек но если уже на вас переключать я думаю останется в любом случае директор библиотеки который как раз будет распределять эти функции но как мне кажется практически совсем исчезнут вот такие трудовые физические функции носить книги перекладывать исчезнут функции такого дежурного процессного порядка там каталогизировать книги да присваивать индексы вот все что можно распространить на все библиотеки возьмем на себя мы ну а вы будете в университете отвечать вот на индивидуальные запросы на подбор литературы для определенных программ и по определенным запросам выбор ресурсов соответственно по-любому вот анализ деятельности преподавателей и учащихся вот какую-то аналитику метрики вести мне кажется уже вот даже сегодня вполне очерчивается вот тот профиль научной библиотеки которая будет и дальше более очевидны просто так презентацию на весь экран я не увидел это замечание а что разве не было видно целиком у меня просто целиком видна скачать презентацию можно наверно да она тяжелая получилась почему вот реплика олега васильевича приложение дополнение улучшения слабо тянут на инновации какие форматы трансформируется эбс завтра послезавтра 10-15 лет но видите пока будет книга будет эбс если книги не будет то эбс уже не будет как таковой мы тоже привязаны к прошлому мы не из одних инноваций состоим ну а потом инновации это же не значит какая-то научная фантастика это не значит что мы должны что-то изобрести чего не было вчера да это будет просто уже другой другие формы какие-то там контента использование чтения мы оцифровываем процессы то есть мы переводим вот из одного формата в другое у нас нет задачи вот совершенно сменить сам объект мы его должны сохранить мы должны сохранить библиотеку ее базовые там вещи вот поэтому я не сказал что ну слишком не запрыгивал что инновация это нечто там феноменальное непредставимое а как же быть с нотными фонами столько всяких нюансов в этом вопросе да но существует много форматов книг которые едва ли заменимы альбомы художественные или действительно ноты но сегодня существуют и электронные ноты и пюпитр да мы знаем но тут да трудно представить или там комиксы трудно представить чтобы это все если оно перейдет в другие форматы или например тест или рабочие тетради то есть есть вещи которые по определению ложатся только на бумагу да есть вещи которые ложатся на интерактив то есть даже электронная книга она не подходит но это я считаю комиксы как-то неправильно просто перекладывать на экран их надо уже делать в каком-то интерактивном новом виде вот так что разумеется вот эти вот разные форматы они будут еще нас сильно сковывать ну например то что мы не работаем с епабом а художественная литература она уже не работает с pdf тут тоже такой конфликт поэтому конечно нам еще очень долго надо прикладываться друг другу и издательству к бс и к бс библиотеки к вузу ну ведем эту работу вместе с вами и мы очень заинтересованы в ваших консультациях совета как нам делать что нужно действительно обновлять усовершенствовать так что это наша совместная работа ну что ж коллеги благодарю за внимание всего вам доброго и хорошего дня на сегодня до свидания у уважаемые участники давайте поблагодарим константин николаевича за замечательный вебинар вас я тоже благодарю за то что вы сегодня пришли внимательно слушали и задавали вопросы я думаю тема весьма актуальна мы ее и дальше будем обсуждать тем более что это наша основная деятельность вот будем выступать и константин николаевич выступит и я буду выступать и наши сотрудники более конкретному может быть эту тему будут освещать а сейчас я повторяю информацию о том что я выдал всем сертификаты их можно приобрести по адресу который чуть выше в чате красным цветом обозначен спасибо Ольга Павловна ну что ж друзья давайте на сегодня будем прощаться я напоминаю что директ академии это вебинары каждый день каждый рабочий день у нас проходит один а то и два вебинара приходите к нам будет интересно мы подбираем для вас интересные темы приводим интересных спикеров будет еще много очень интересных топовых спикеров и тех спикеров которые рассказывают о очень интересных вещах вы только приходите чем вас будет больше тем мы более будем рады ну что ж а на сегодня